В Чигирине Черкасской области назревает земельный скандал. В районе из почти 400 участников АТО свои законные 2 гектара получили лишь единицы. Волокита с участками тянется с 2014 года. В районе практически все сельхозземли находятся в аренде, но аграрии не против отдать арендованные на делы в пользу ветеранов. Но вот Госгеокадастры на все запросы АТОшников отвечают отказом. Почему, выяснял Станислав Кухарчук. Владимир показывает удостоверение члена семьи погибшего участника АТО. Единственного сына он похоронил полтора года назад. Теперь отец воюет вместо него, но на другом фронте с украинскими чиновниками. Владимир пытается выпить обещанной государством 2 гектара земли. Получить их сын не успел. Да и у отца это пока тоже не получается. Областной госгеокадастр шлет отказ за отказом. Результаты в ноль. Пришла відмова. И уже два раза подавалась заявка повторно. Знову пришла відмова. А за меня делянка в Вильню. В Чигиринском районе ожидающих своей наделы почти 400 человек. Люди рассказывают, практически все сельхозугодия в аренде у аграриев. И если некоторые готовы раздаться с ними в пользу ветеранов, то чиновники вставляют палки в колеса. В феврале прошлого года одно из предприятий все же отказалось от 44 гектаров. А райадминистрация даже вывела землю в резерв. Но областной госгеокадастр снова ответил участникам АТО отказом. Самое интересное, что у нас в ближайшем стоящих тут людей уже оплачены кошты. Вот эти 44 гектара поля недалеко от села Радцево. Засеяно подсолнухом сельский землеуправитель пожимает плечами. Мой фермеры исправно платят аренду. О том, что договор расторгнут, говорит, слышала? В администрации нам подтвердили официально агрофирма от земли отказалась. Договор аренды с ней расторгли. А вот почему вопрос с выделением земли до сих пор не решен, не знают. У участников АТО своя версия. Все зупиняется на державе кадастре города Черкаса областного. Вот так вот. Потому что они далеко не дают. Почему? Кладем мораторий, чтобы можно было эти земли продать или купить. Как оказалось, 44 гектара земли до сих пор числится у них в аренде. Говорят, в областном госгеокадастре. А значит, они основной распорядитель сельскохозугодий. И разорвать договор аренды имеет право только эта инстанция. Но с такой просьбой к ним никто не обращался. Открытое криминальное проведение. Чигиринская РДА не мала права выносить данное распорядование. Пока чиновники выясняют отношения, ветераны АТО ждут. Но терпение, говорят, заканчивается. И они уже начали готовиться к акциям протеста. Станислав Кухачук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область. Субтитры создавал DimaTorzok